Добрый день всем участникам, очень благодарен за эту возможность. Я вкратце расскажу о том, что касается центрального региона архиепархии Божьей Матери в Москве. То есть это не вся католическая церковь в России, это только ее часть. Потом выступит Владыка Николай Любинь, который расскажет о ситуации в северо-западном регионе нашей архиепархии. Но в общем в центральном регионе епархии, который на севере, это Архангельск, на юге Курск, на востоке Пермский край, на западе Смоленск, то есть это такая большая территория. Всего находится 40 приходов и пастырских пунктов на этой территории. И из этих 47 общин находятся в своих исторических храмах, построенных в конце 19-го, начале 20-го века. Еще 13 общин живут в новопостроенных храмах, то есть зданиях, которые можно назвать храмом или настоящей часовней. Буквально на днях будет освящена еще одна новая часовня в Соликамске Пермского края. То есть мы видим, что из 40 приходов и пастырских пунктов, как мы их называем, то есть малые общины, которые не могут быть ни по церковным, ни по светским таким законам зарегистрированы как приходы, половины имеют свое здание храма. Некоторые из этих общин, это, например, национальные общины в Москве, которые служат в здании других храмов или, скажем, в часовнях при посольстве или в каких-то национально-культурных центрах. Но есть, конечно, и ситуации довольно сложные, когда общины с историческим прошлым, с наследием, например, скажем, община в Ярославле или в Вологде, вынуждены собираться на квартире приходской, куда, конечно, вмещается очень ограниченное количество людей. И это действует деморализующе, особенно деморализующе, когда буквально через улицу находится исторический храм, например, как это в Вологде происходит, где община собирается на квартире, а совсем недалеко находится здание храма, в котором теперь находится ресторан, который давно уже выкуплен в частную собственность. И, конечно, вернуть его можно только, выкупив это здание обратно. Ну, в большинстве случаев, конечно, Роман Николаевич сказал о сотне храмов, но в большинстве случаев католические храмы, невозвращенные церкви, на самом деле, они были либо уничтожены, либо перестроены настолько, что если даже, скажем, было бы возможным их возвращение, не всегда понятно, насколько оно было бы целесообразным. Например, вот то, что касается здания храма святых апостолов Петра и Павла в Москве, которое давно уже находится в частной собственности, и действительно очень сильно было перестроено, и, насколько нам известно, уже охрана, то есть уже оно было зарегистрировано в этом новом перестроенном виде, как памятник архитектуры. Не совсем понятны перспективы, возможности восстановления этого здания именно как храма. И, конечно, католики в высшей степени миролюбивый и законопослушный народ. Но вот есть у нас несколько, у нас есть две довольно драматические ситуации. Драматические, естественно, в таком, как сказать, в административном таком смысле. Во-первых, это храм непорочного зачатия в Смоленске, который был освящен в 1898 году, закрыт в 1937-м, там находился архив НКВД, потом Госархив Смоленской области. И после возрождения прихода в Смоленске в 1991 году шли очень долгие переговоры, написано больше 70 обращений, вплоть до президента. И на протяжении ряда лет были обещания, что когда выйдет архив из этого здания, приход сможет туда вернуться. Но этого не произошло. И в конце концов, в 2016 году, фактически тайком от общины, храм был передан в пользование на 49 лет учреждению культуры. И у жителей Смоленска уже многие годы эта ситуация вызывает негодование и возмущение, потому что храм является одним из самых красивых зданий города, одним из символов Смоленска. И всем очевидно, что здание разрушается, что оно приводится уже во все более аварийное состояние. И новый пользователь не прилагает никаких усилий для того, чтобы это изменилось. И вот архиепархия обжаловала этот отказ о возвращении храма уже в трех судебных инстанциях. И каждый раз ответ, что никаких доказательств того, что после того, как храм был закрыт в 1940 году, он использовался по религиозным назначениям. То есть, конечно, для верующих людей, так и с точки зрения здравого смысла, такое обоснование для отказа представляется, конечно, просто несерьезным. Что храм из-за того, что он был закрыт в советское время, утратил свое религиозное назначение. И вот уже в мае поднимался вопрос о возвращении этого храма на заседании Смоленской областной думы, когда депутат от КПРФ задал губернатору вопрос относительно судьбы храма. И тут ответил категорично. Первое, пока я работаю, этого никогда не произойдет. То есть, возвращение храма католикам. А второе, то, что это памятник культуры федерального значения, мы много раз ставили вопрос о финансировании этого памятника и нам отвечали, что денег нет. То есть, есть все основания опасаться того, что если ничего не изменится, храм просто будет уничтожен. И второй для нас очень болезненный вопрос – это храм Пресвятого сердца Иисуса в Кирове, так называемый Александровский костюм, построенный в 1903 году, закрытый в 1928 году, передавался разным советским учреждениям. И с 1993 года в нем действует органный зал, Александровский костюм. Когда возродилась в Кирове католическая община, она много лет обращалась с просьбами совершать богослужение в этом храме, много лет получала отказы, потом было разрешено совершать богослужение. Но на таких условиях, фактически за то, чтобы несколько раз в год совершать богослужение в храме, требовалось взять на себя ответственность за содержание этого храма, за его капитальный ремонт, что, конечно, для общины просто казалось совершенно несообразным. И начались судебные разбирательства. И всего с 2018 года прошло уже 30 судебных заседаний в разных инстанциях. И каждый раз, опять же, мы получаем этот стереотипный ответ, что после того, как здание храма, которое всему городу известно, как Александровский костюм, после того, как оно было реконструировано и там был размещен органный зал, оно утратило свое религиозное предназначение. То есть, к сожалению, вот эта формулировка становится такой стереотипной для отказов в этой области. Но сейчас приход готовит жалобу уже в Верховный суд Российской Федерации. Ну и бывает, закончу на курьезном, на курьезной ситуации, бывают и совершенно обратные примеры, когда, например, в городе Рыбинске находится великолепнейший храм Святейшего Сердца Иисуса, освященный в 1910 году, закрытый в 1931 году, где сейчас располагается суденческий клуб, и власти проявляют заинтересованность в том, чтобы вернуть католикам этот храм. Но в Рыбинске нет католической общины, к сожалению. Поэтому при всем желании мы не можем этот храм принять. Вот такова ситуация на сегодняшний день в Центральном регионе архиепархии Божьей Матери в Москве, репутатолической. Поэтому благодарю за внимание к нашим трудностям и надеюсь, что эта информация была вам полезна. Спасибо. Продолжение следует...